Добрый день! Меня уже представили. Зовут меня Ишневская Юлия, я аспирантка МГТУ им. Маумен. Хотела бы вам рассказать про применение MATLAB для реализации синергетических вычислений. В современном мире очень сейчас популярна задача распознавания образов, задача классификации. Она применяется во многих областях науки, в естественных, в социальных, в экономике и применяется в обыденной жизни и в жизни медиков. Поэтому возникает необходимость распознавать различные образы, какими бы они ни были. И для этого чаще всего используют именно интеллектуальные системы, которые обладают свойством ассоциативности. Довольно много систем. Я думаю, очень многие знают про машинное обучение. Оно сейчас, мне кажется, почти на пике своей популярности. Однако у многих систем в машинном обучении, например, у сети Хоффилда, есть недостатки в том, что они не обладают свойством распределения внимания. Недостатки других систем, я не буду сейчас особо углубляться, на мой взгляд, компенсируются при использовании синергетического подхода Хакена. Его модель включает также, как и машинное обучение, процессы обучения и распознавания. И в основе синергетических вычислений лежит дифференциальное уравнение, которое можно увидеть на слайде. В этом дифференциальном уравнении компоненты B и C это постоянные, лямбда ката это параметр внимания катого эталонного образа, а m это общее количество эталонов. Собственно, Хакен использовал замену переменной, то есть ввел переменную по ката и получил нижнее уравнение, которое представлено на слайде. И таким образом мы можем распознать образ, если его параметр внимания будет положителен, и скорость сходимости распознавания образов мы будем компенсировать и контролировать с помощью B, C и лямбда ката. Но поскольку у нас конференции больше относятся именно к моделированию, я хотела бы особое внимание уделить тому, насколько программное обеспечение MATLAB подходит для моделирования синергетических вычислений. Мы сейчас рассмотрим общий процесс синергетических вычислений на примере количества эталонных векторов равным 3. То есть m у нас будет равно 3. И я приведу выкладки из MATLAB, именно такого базового, то есть без симулинка. Даже обычные математические функции MATLAB позволяют нам использовать без каких-либо дополнительных установок и решать задачи по распознаванию образов. Собственно, алгоритм распознавания разделяется в основном на две глобальные части. Это предварительные вычисления и решение динамического уравнения на предыдущем слайде. Исходной информацией является набор векторов-прототипов. И при помощи этих векторов у нас в процессе первого этапа происходит нормализация и вычисление параметров для дифференциального уравнения. Собственно, первые два шага первого этапа — это нормализация m-типовых ситуаций в форме k-векторов. И все исходные вектора нормируются и центрируются для того, чтобы получить новый вектор. Операция центрирования заключается в получении нового вектора путем вычитания из него среднего значения по всем координатам вектора. Далее происходит операция центрирования, которая заключается, как думаю, всем известно, в делении полученного вектора каждого из компонентов на норму этого вектора. Ниже на слайде в рамке приведен фрагмент вычислений в MATLAB для этого, для одного вектора. То есть я не зашиваю пока что в цикл. Используются довольно базовые операции, то есть операции суммы, операции возведения... Так, здесь возведения в квадрат нет. Операции по элементного деления, операции вычисления квадратного корня и норма вектора. Да, чем удобно, нам не нужно вычислять норму, например, вручную или сумму расписывать вручную, зашивая все это в цикл в MATLAB, все эти операции являются встроенными. После выполнения этих операций мы получаем новый вектор, который должен соответствовать ряду проверок. То есть сумма всех компонентов вектора k должна быть равна нулю, это результат центрирования, и длинные векторы должны быть равны единице, это результат нормирования. Тоже элементы проверок представлены на слайде. Здесь вот добавляется поэлементное разведение во второй степень из функций. Следующим шагом является вычисление сопряженных векторов. Это самая длинная и затратная для машины операция, поскольку у нас может быть большое количество n, то есть количество элементов в векторе, и количество самих векторов m также может быть большим. И сначала у нас вводится матрица, которая является скалерными произведениями, это матрица v, скалерными произведениями векторов прототипов. Даже в случае из трех векторов эта матрица будет очень большой, граммунской, и посчитать ее вручную или при помощи каких-то там ручных вычислений именно при помощи машины будет довольно тоже затратно. Матлаб же делает это практически в одну строчку. И довольно просто для понимания. Собственно, представлено дальше нахождение обратной матрицы. Оператор обратной матрицы именно в матлабе использует L у разложения выходной матрицы, но при этом у него есть, я не буду сейчас управлять, методы обработки матриц в случае, если она вырождается. Собственно, для того, чтобы преобразовать процесс в цикл, то есть привести его к общему случаю нам надо просто все предыдущие этапы заключить в один цикл, который тоже в момент обработки есть в матлабе. И при помощи цикла у нас программа становится более универсальный программный код. Последним шагом первого этапа является вычисление присоединенных векторов. На слайде написан вариант для трех векторов, то есть чисто три вектора расписаны. И после того, как мы вычислили присоединенные вектора, мы находим параметр P, K, T. Формула его проведена на третьей строчке презентации. После того, как мы получили параметры начальные значения P, K, мы перейдем ко второму этапу синергетических вычислений. Это решение дифференциального уравнения. На слайде представлено именно использование функции для решения дифференциального уравнения. Тоже решение дифференциального уравнения сама по себе является нетривиальной задачей. Человек решает это довольно долго. Некоторые языки программирования тоже умеют это делать. Например, в питоне это можно закодировать, но прям такой встроенной готовой функции, по крайней мере на моей практике, не встречалось. И мы для дифференциального уравнения для цикла при m равного 3 расписываем функцию, представленную на экране. И эта функция отдельно, как во всех языках программирования, может описаться, если нам нужно скорректировать ее содержание. В нашей ситуации ввести формулу, которая нам необходима. Для того, чтобы решать дифференциальное уравнение, в MATLAB используется специальный кодер. В моем случае это ODI и 4.5. Собственно, это выбор численного метода решения системы. А 4.5 это использование алгоритма Рунгекута 4-5 порядка. В целом есть довольно большое количество методов, которыми можно решать дифференциальное уравнение. Они все проведены в рабочей документации по MATLAB. После решения дифференциального уравнения мы уже получаем готовую смоделированную ситуацию и можем делать вывод о том, какой из параметров имеет наибольшее значение и таким образом классифицировать нужные нам образы. В заключении хотелось бы сказать, что для синергетических вычислений MATLAB является таким универсальным средством. В нем есть все необходимые, даже в базовой комплектации MATLAB, есть все необходимые функции для реализации этого моделирования. И, собственно, полученные результаты в процессе исследований показывают возможность эффективного использования MATLAB для решения практических задач по распознаванию. Благодарю за ваше внимание. Готова ответить на вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!